Всем привет, ребят! С вами Юмилия. Давайте, наконец-таки, посмотрим героя счета за 30 минут от Аймейлса. Я знаю, что вы очень этого хотели. И да, я думаю, вы обратили внимание на вот это вот. Поэтому можете прямо сейчас зайти в Инстаграм, и там я подробнее рассказала, что это, как это. Ну, короче, заходите и всё в сторис увидите. Только сторис исчезают через 24 часа, поэтому, если хотите успеть, то залетайте сразу же в день выхода этого видоса. Так, сразу хочу сказать, что это аниме я уже смотрела. Оно довольно-таки неплохое, но мой друг говорил, что в манге там всё поинтереснее описано, поэтому, возможно, в будущем ещё и мангу прочитаю. А как вам это аниме? Если смотрели, напишите об этом в комментах. Можете ли вы его посоветовать? Если да, то напишите тоже об этом в комментах. И поехали! Так, видео не ставят перед собой цель оскорбить кого-либо. Сходство, так, при блокировке данного видео нарушается мое право на свободу самовыражений творчества. Ничего себе! Исходники музыки указаны в описании под видео. Я у себя тоже укажу. Ой, ещё даже на английском. Молодец. Много мата. Отличное начало. Да, я не знаю, что делать. Помогите нам, пожалуйста. Как мы сюда... Отказываюсь. Я тоже. Хочу награду. Будет вам награда. А, ну ладно тогда. Ну, исти, вообще плевать, как мы тут оказались. Короче, я тут всем заправляю. Хочу узнать ваши имена. Яблан первый. Яблан второй. Зубенко Михай. Ну, а я на фу. Вот честно скажу, этих трёх персонажей я действительно вообще не запомнила. Они какие-то такие скучные, ну, по сравнению с главным героем. Да нет, даже вообще очень скучные. Их имена запомнить, я не знаю даже, кем это надо быть. У вас, наверное, феноменальная память, если вы тот человек, который запомнил их все имена. Я не слышу. Короче, наш мир скоро накроет. Давайте делать чё-нибудь с этим. Чё это с ним? А что насчёт награды? Будет вам награда. О, ну ладно тогда. Я так понимаю, вообще посрать, что дадут. Ладно, пиздуйте свою комнату, завтра выдвиньтесь. Мы, походу, в игре, пацаны. Похоже на Саки Онлайн. Не-не-не, это, короче, мастер залупы. Вы совсем тупые, да? Это ж та игра, в которой одного чела будут гнобить всю историю. Вот вам помощники, короче. А ничего, что... Щит не нужен. Не нужен. Господи, щит, я пойду с вами. О, боже мой. Всё, пиздуйте качаться. Я промолчу. Ёбаный шваб. Я имею в виду Майн. Ноуфуми, дай лапу. Так, длина... Просто, если подумать о тех аниме, которые я смотрела, какие персонажи больше всего меня бесит, это главный персонаж и аниме дневник будущего своим постоянным нытьём. Да, у Канаки было тоже подобное. Он, ну, ныл. Ну, потому что у него был для этого повод. Но потом он совсем кардинально изменился и стало приятно наблюдать за персонажем. В дневнике будущего персонаж постоянно плачет. А один раз, когда он был не плаксой, это его Юна заставила быть не плаксой и брутальным мужчиной. И вот если говорить, что еще кто меня бесит, то вот эта вот персонажка. Сначала нужен шмот. Шмотки нужны. Что-то швабра. Вот это мне напоминает... Ой, ладно. Из Сао, да. Я как только его увидела, я просто... Видимо, я могу использовать только щит. Э, слышь, ты эту палку убери. Ладно, короче, я вот этот кусок говна возьму, погнали качаться. Брутальная музычка. Купи мне вот это. Э, сколько за это? 5 тысяч 920. Э, слушай, а может, что-нибудь подешевле возьмем, а? Ой, да ладно тебе. Если я это получу, то стану сильнее. Ну, ладно тогда. Ну, заработай. Эх, мужская наивность. Шутка. А где моя броня? И всё остальное? Мамень, простись, моя босса! Это вы герой щита? Так-то я, но... Пакуем его, ребята. Что? Какого хрена? Этот негодяй набросился на меня ночью, а потом такие вещи вытворил? Эээ, ты чё тут несёшь? Не было такого. А ты сходя ли в моей броне? Ну, она мне подарила. Ты тупой щит. Как так можно? Ух, непростительный. Какого хуя тут происходит? Неужели ты... В самом начале я сказала, что если вы смотрели это аниме, напишите в комментах, советуете ли вы его посмотреть кому-то другому или же нет. Но, по сути, тот человек, который не смотрел это аниме, сейчас всё поймёт, просто посмотрев этот 30-минутный ролик. И вопрос, а есть ли смысл смотреть само аниме? Ты меня обманул! Я именно поэтому Дракона Горничную так и не посмотрела. Потому что я даже не знаю, не вижу смысла. Вот в Бездне тоже пока ещё не посмотрела. Но в Бездне я посмотрю, потому что аниме класс. Как такое вообще возможно? Какой негодяй? Какой негодяй? Какой негодяй? Не закорачивайте. Нахуй вы его призвали? Он ступой, точно он ступой. Ой, братан, правду говори. Какого чёрта мне никто не верит? Раз вам не нужен щит, верните меня в мой мир и призовите себя другого. Хочешь убежать? Как это низко. Ой-ой-ой, как непростительный. Я бы с радостью. Но чтобы это сделать, вы должны разобраться со всеми волнами. Ух, нахуй, я один буду качать. О, пацан, дай-ка я тебя... И ты туда же. Эээ, на. У тебя такое лицо было, как будто тебя наебали. Сколько это стоит? Соткнили полы, иди качаться. Эээ, тебе тоже. Ух, ступо, я один разобеждаю на нахуй. Как я без оружия вообще что-то сделаю? Я знаю, как вам помочь. Пиздуть за мной, пожалуйста. Я работорговец. И нахуй не мне. Рабы никогда не придут своего хозяина из-за заклятия на них. Ну хорош, тетики мять, выбирай уже. Тетики мять. Вот эту мне заверни. Ну ты шалон. Ну ты милашка, как-то маленькая. Дай вообще милашка. Что за печать для повиновения? Твое имя? Ээ, извините, пожалуйста. Сурина! Рафталия. Ну ты даешь, чел. Давай вот только без этого. Подбери что-нибудь для нее. Говно вопрос. Воткни его. Что? Воткни гору глуханшек! Это так странно прозвучало. Теперь ты моя правая рука. Но сначала есть хочешь? Он сказал, теперь ты моя правая рука. И засмеялся. И сперва я не совсем поняла, но осознание произошло через несколько секунд позже. Да, да, пизди будет. Знаете, мне даже стыдно, что я поняла эту шутку. Эй, пингвин, я и хапи милом ничего не съедобное. Ооооооооооо. Ай, СМР, да? Хозяин, а как вас зовут? Науфуми, на пей. Кашель должен пройти. Блеэ, горькая. Пей я тебе горю! Чувак, где тут денег можно заработать? В шахте, ну, я бы не советовал Дум-дум-дум Хозяин Да не сыты, нормально все Рафтали, воткну его Нет, я не Пас, блядь, пас, ну ты заебал, тупить, ну сколько можно? Че, блядь? Воздушный щит А это, короче, мой новый скилл, которому научился 2 секунды назад Ебаш! Ну, понимаю, очень часто такое бывает Что, типа, герой верит в свои силы И у него все получается Он раскрывает свой скрытый потенциал Не смею умирать, скотина Ты бы еще дошлан свою баю не поключал Рафтали, ты че, на боликах сидишь, шо ли? Смотри, как вымахала Откуда я знал, что еноты так быстро растут Так тебе доспех нужен? О, Фомка, ты прям как вор Ну че, готов к волне? Какой волне? Бляаа Оль, вы встали, съемывайте нахуй отсюда Мы не можем съемывать, это наш дом Ты давай мне, Вит, не порчь, что я что-то делаю, да? Какой? Ну че, нормально вы вас накрыли? Сейчас посмотрим, как тебя накроют Что? Ну че, штанишки уже пора менять Рафтали, фас, не говорите мне так Фас? Какие вы у нас молодцы, пацаны, всех защитили Ну, кстати, я смотрю этот видос всего 5 минут А тут столько уже всего произошло И кроме того, для тех, кто не смотрел Хочу сказать, что тут много чего было пропущено еще Нет, тут вообще не был, долбоеб Господин Афуми, а вы не... Да ладно вам, откройте ротик Ротик, а сука Вот, другое дело Слышь, го пиздеца Смотрите-ка, петушок расхудавался Рафталия рабыня, да? Иди нахуй Петух хочет попиздиться А ее и забираю Тебе че, зубы жмут, пенсия? Деридит? Ладно, окей, лови Музыка классная Ну я про минус А не про текст Она меня так бесила Особенно в этот момент Зачем лезть-то, а? Петуша, то есть Матаясу победил Стоять Твоя швабра вмешалась в бой Давайте еще вы скажите, что ничего не видели Я, я ничего А ты видел? Неужели они тоже? Не бомбит У меня не бомбит У меня вот бомбило, когда я смотрела Именно так, папочка Так этот пиздоглаз не из-за дно Ну тупой щит На хвою призвали Он ж тупой Да и вы посмотрите на него Это ж какой-то кусок щита Вы ебете мне мозг Только потому, что я ебучий щит Кстати, да Я так посмотрев Это аниме Не поняла, в чем проблема щита Наверное, в манге написано Решили меня всей страной поиметь Филосходно Прекрасно Тогда вы сам поимеете Оу Светка проклятия открыто Все условия выполнены Не, ну кстати, очень красивые скиллы Я просил, чтобы вы меня спасали Но он же с тобой плохо обращается Нормально, он выкупил меня у рабо-зарковца Вылечил, накормил и научился рожаться Это что, плохо, что ли? Но я... Да, неплохо Оу Было сказано Было сказано Новая печать готова Это было обязательно? Прямо на груди, да? Это не вопрос Понятно И вообще, господин Науфуми Как я вам? О, какие тут иконки прикольные Господин Науфуми Если бы их уже было Дам 20 золотых за нее Не было 30 золотых Науфуми А это что? Киндер сюрприз Всегда дарит радость, да? Какого черта они так быстро растут? Филареал, значит Ну, пусть ее зовут Фиру Оригинально Так, все заснулись Так, теперь мы не заправляем 5 тысяч ест, 5 тысяч выезд Но это не у нас все равно 10 тысяч пукнуть, 20 тысяч выпукнуть Что? Что? Я не удивлюсь, если у нас такие налоги скоро появятся О, не морожь, считай Еще как начну из тебя корчить Читаника Это очень классно прозвучало Устроим гонки Если щит победит, то мы оставим деревню А если... Погнали нахуй смотки для нее и я бы подобрал но она к хуям разорвет портной напротив делать неразрывные платья ну братан щас все будет теперь ты только немножко что на тебя потратил герой к пенам ту дереву недавно плодородный посадил ну как бы но вот пускай тут дегенерация вот разгребает мы вам заплатим кого бить понят на плесни в него а куда да и не похож на уме мои фирменные соки заценив кстати меня поражало по ходу всего аниме как герои вот эти вот заваривали кашу он всегда все разумеется это не спойлер в любом случае какой-то редкий камушек для помки спите так вот точно будет моим тебя подарок для нам помещаешь а я первая хуй соседствую ой 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 нормального подарка мы не нашли ну хоть его продадим вот тебе молоток молоток ну хоть не носки оригинальненько чем просто не есть чего тут происходит герой меча дракона воткнул неподалеку а он сгнил к хуям и всю заразу на носу да умер мужик а нет не умер а что опять это чувство чувство жжение и чего очень много силы кто-то хорошо что уруста ему нет такого скилла а то я не знаю что было бы когда он горит в я жду продолжение тихо тихо ни у кого больше не бомбит уров туалет а ты не дупу ты чего я вспомнила что она там дальше ну что пропустила а как же кровь да я просто ягодами объявлять вот меня и вырвало вот я просто орала когда смотрела это аниме и был вот этот момент черов талию за эти деньги кто-то на нее такой ебалу напустил вы вылечишь коротко волос на пиздук это в город за не помните завод а тебя фиро товарищ у нас тут краткий пересказ вообще я это в общем потерялся вы вроде столицу собирались может подвезете меня видимо это здесь воду святую блоки вперед и чё закиселись под крана блокчейчев крючок прошло poner гармония буду не принесла упростить глаза это же аллах ох наш царе богчай е chantere channels как это тут дуэли запрещены нахуй уже нет с этого момента дуэли тут разрез вот это был тот момент ты че тут пасть свою закрой герой копья осмотрись по башке своим копьем постучать тебе сестра пизду вообще вставит в этом просто вся суть таких героев так вот как-то уже понял я из королевской семьи разговор окончен и позвали извините пожалуйста вас король зовет такой вежливый наш король долбоёг щиту мозги сушит по решетам всех у меня какие-то там дела без базарма я запрещаю тебе то есть играть с ней но почему чувак чё у меня за звезда около уровня сходи к часам песочным класс повыси чтобы ловел дальше качать можно было качать будешь после повышения не знаю лучше вам выбрать не 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 сама думай после волн тебе тут еще жить надо будет а вы если пусть ой да такой жесткий момент нам запрещено повышать классе там я сейчас ладно уходим фом ты и вправду уйдешь когда все закончится и вообще это так нелогично они призывают четырех героев да и там щит почему-то не нравится но ведь он тоже должен быть сильным для того чтобы отстоять все эти волны ведь только вчетвером эти герои могут их отстоять и победить и все будет вот так вот я понимаю что они хотят показать то что он один такой против него весь мир но порой это доходит до нелогичного маразма и так не честно а ты туда фуме глазки строжь пока сплю ничего не строю ай блять давно не виделись не дай эггман ты чё блять не поли меня ты класс повысить можешь это боем что лечен часы похож соседней стране стоят такие же двигай туда господи щит лучник один революцию устроил а мы за это все хуй без соль доедаем рафталь накрывай поляну рафталь так звучало кто-то ворует нашу награду за квесты это ведь туда вместо одного говнодава на трон ты посадил другого да еще из-за этого жители по пизде пошли на счет благовонии дракона которого ты убил ряда всю деревню накрыла я всю вашу хуйню разгреб вот и награду себе забрать очень прикольный момент был с драконом потому что действительно всегда побеждают каких-то монстров а что происходит дальше с этими монстрами с их трупами имбецилы опять это хуйня как уста музычка расслабляющий ступой да надо скелета сначала свалить сам тупой надо кракена сначала я использую щит гнева бля только не говори ум я твой из помизион очень ржачно смотреть этот видос вообще видоса и майлза потому что он от себя добавляет такие выражения очень прикольные защититель что такое опа опа какой интересный момент из-за того что следующее событие блогирует я объясню их в слайд-шоу и так на фоне кричит железная дева прилетает азаму тетя пойманная поднимается мне это напоминает момент из шаман кинга там вроде что-то было тоже с девой вот этой вот железный я очень давно не смотрел шаман кинга но в детстве его часто пересматривала поэтому прям этот момент когда увидела вспомнила это не монстрыки больше не надеюсь что я не ошибаюсь еще один так долго позиция с этим тебе ладно неважно меня зовут глаз но друзья зовут меня пизде герою четко тут пиздец собралась тюремный щит они такие никчемные моя очередь сейчас я тебя ой время закончился пока спасибо тебе конечно я все еще хуесоса сейчас начну тебя допрашивать давай выкладывай откуда у тебя такая сила это был топ момент какие-то очень странные звуки с одной стороны вроде бы какой-то гнев а с другой скажем что-то очень странно мужик да чё часа поедешь ну не помрите там по дороге спасибо люблю поездки тут так вот ты где спокойно господин герой щитов пожалуйста вернитесь и ни за что прошу помиритесь королев отказываюсь господина господина фуми если пойдешь с нами я тебя защищу ну ладно тогда тихо тихо чтобы нас незаметно ой блин этот момент вот вроде бы крутой аниме но я все время сидела вот с недопониманием какого фига это происходит я вот думаю это только меня триггерила в такие моменты со всех вот этих трех персонажей той одной долбанутой швабры я так его буду называть или вот у вас тоже подобное было потому что у меня реально горела жопа в такие моменты он меня защищает идиоты серьезно вот реально складывается ощущение по ходу всего аниме что их такому жизнь не готова щит промывающий мозги а тогда нормально сюда отдай нам принцессу никто не тронет раз так то точно точно мою и пальцами тронем съебываем не так быстро нет все таки знаете поначалу я даже думала может быть пересмотреть это аниме но я бы не его пересматривать вот смотрю за тем всем и так же пень под вами суки у я не понимаю что происходит огонь шлюхи я тоже не понимаю атакует и демона идеальный название для нее здравствуй осмелись сказать первой счета смели сказать пизду королевы смеет сказать я понял ну зачем надо ясно у твоей сестры до такой степени подгорело что это у меня вот так подгорело когда я на все это смотрела здесь довольно много не людей тут живет один барин который хорошо к нему относится можем ли мы ему доверять конечно можете а еще вы можете укрыться у меня на хате пока вас разыскивают укрались ёпта мэл ты расскажи где прячется тот чел в зеленой фуфайке он убежал точно да ну вообще-то нет но в принципе да ну хорошо садись к нам в курят мы отвезем тебя домой ой спасибо вам большое тупая ты залупа что будем делать если не скажешь где щит я тебя господин кто в турксе я точно пропустила ты правда думал что я тебя не найду что я тебя не уничтожил блин я я думала что эту часть не раскроет ну аймайлс тут не раскроет эту часть сюжета такой никчемный хочу зависел тот чел здесь он держал меня и других чуваков с моей деревни привет пацан мы тебя спасаем пацан особо внимание заострить на тебя не буду нас тут хронометраж я пойду гляну жива ли моя подруга господь 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 он не умер это было забавно если сравнивать 3d анимацию в этом аниме и в клинке рассекающим демонов то в клинке анимация круче тут вроде тоже но не так прям противно смотрится как в том же самом берсерке но все равно вот в клинке прям так кстати мы его на твиче смотрели кто не в курсе уже досмотрели до конца да давай не будем тянуть ладно птичка ниндзя герой счета ну тип того я королева филареалов фитория перетереть надо слушай либо ты миришься с героями либо миришься с героями давай выбирать всем стадом против меня прут как ты это себе представляешь меня не ебёт поодиночке вас на фарш пустят ты хоть свою невиновность пробовал доказать баранкик ну давай не буду тянуть хронометраж и ты совсем помиришься ладно почему ты с такой силой сама не разберешься тебя и бет вот именно черт стража на границе что будем делать петушар тут как тут мало того что промыл мозги фиро и роптали так ты еще белука с мечом это кто же тебя такой умный это сказал ясно по моему вам стоит немножко попить просто без слов фиру мыл смыть их наху отсюда проиграл молчика немного а куда пропали солдаты фир ты чё хозяин призови все свои щиты срочно зачем жопучу хозяин давай быстрее до тюремного так стоп у меня тут одна маленькая жопка кажись пришла о да закрыла дверь чтобы она не пришла не отвлекала меня от реакций а она все равно прибежала и что-то плохое сейчас хочет сделать давайте продолжим смотреть при том что мы остановились на самом интересном месте уважаемый понтифик вас поработил демон щит что с чего ты взял аллах так сказал я чуть не понял вам что сложно упокоиться кстати я забираюсь убитых наследие чтобы смогут занять престол а еще был мечей лука не знаю зачем я вам все это говорю на что-то не подскажу что аллах такска в общем христос воскресенье нет извини меня пожалуйста очень прикольно было то что обычно вот эта швабра со всеми так поступала а тут с ней таким образом поступили вы живы мы если честно если бы они были мертвы не велика была потеря вы мозг явно нет слышь ваше здесь что лип ты прекращаешь лип через пару минут королева этот посох кое-куда засунет не сад пацаны аллах с нами сейчас все четыре героя выступит единым фронтом вот-вот время объединить два идиота которые жители на шашлык пустили 3 которых с голыми задницами оставил все трое на волне хуй пинали вообще не вдупляю что нужно делать да еще все грехи человечество меня вешали пути перебить и сами вот это ты виноват вот это ты виноват того вы там пиздили уже без зрения 100 великий собор ну красиво все убить не искать что добей его уже ладно ладно теперь серьезно щит гнило активация это про кару грешника жертвоприношение дракона ебал я этот текст сразу взял кровавая жертва что ты улюбился минуты еще не все ты ведь знаешь что это значит уже мертв что ненужки жёстко но этот персонаж настолько ну подумаешь пару литров крови потерял на ручку там столько крови пришли сменить бинты так осмелюсь сказать королева на хате смотрю вам лучше королева на хате не 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 говно вопрос до меня все с опозданием доходит но и где-то было все это время скажем так наш повернутый король призвал четырех героев за место одного остальные должны были быть в других странах а я все это время тушила пердаки государства которые не получили своего героя жду вас завтра во дворце на торжественном вручении пиздюлей королю и мэйн я вообще не понимаю зачем ей такой тупор и король нужен щит и твой разум починил у него нет такого навыка так как майн пизди 24 на 7 я нанесу и рабскую печать которая не позволит евро теперь можно начать первое король в сговоре с церковью героев чуть на фарш не пустил второе кое-кто пытался убить мэлти чтобы быть первой наследницей престола ığın бракон так и горе трети король положил болт на все остальные страны и призвал всех героев здесь вот я не побоюсь сказать что это мой самый любимый момент то было больше вообще щит хотел майн изнасиловать майн пытался ли щит изнасиловать тебя конечно вы не понимаете я ссорил героев ради наши страны казнить обоих заслуживают ли эти чмошники такой легкий конец майн всю жизнь буду называть шлюха короля гандон штопанный такое себе на самом деле наказание можно было бы пожаще придумать мам ты чё если б не науфуме откинулись бы как минимум трое так вот о чем это я недавно открыл зона ускоренного кача что предпримите я не знаю и я у меня тоже мозгов нет не догнали да тогда так если на следующей волне все будет так же все кроме щита дадут ёбу тоже идите качаться я ларк а это тетрис но в уме конечно тёщи так а стоишь такой тупой момент если честно был потому что ну очевидно же что это он и есть герой щита что он ходит только щитом или эти герои притворились я даже всегда не подруга подберю себе а чё так да щит тут еще агуза казнит кого попала ты как я вижу парни шуров и айху с тобой не хочешь ими говорит не говори я тебя как-нибудь сам назову варежку закрой конечно больше на лбу написано гордый уже нужен план я так понял этот босс плавает под нами и продолжай у нас есть опарыши ну кстати кое-что было очень очевидно я скажу что-то же что у пацаны мы за наградой какой награды вы нихуя не сделали ты чё тут чё за я понял что тыщит братан опиздить зачем короче мы из другого мира и чтобы его спасти мы должны убить этот вот вот это было вообще очевидно самого начала как только они встретились я уже тогда догадывалась что произойдет что-то подобное потому что эти два персонажа выглядели слишком странно зачем а к тому же погнали пиздиться сильные противники главному герою вот этим вот трем дурочкам что было интересно как лишь вы тормозы пацаны вот так надо было до жопа отрастил конечно так пацаны это залупа моя за вами те двое давай давай нападай в общем мне лень с тобой разбираться и поэтому просто доведу себя до полусмерти что-то про кару грешника жертву приношение дракона не надо на фуме ебал я этот текст сразу к делу кровавого жезда заценивать и самогон ну смогу ой опять время вышло до героев ничего так не приходится надо бы союзников найти героев я кстати вспомнила про один сериал называется он пацаны там был первый сезон и сейчас вышел второй он как раз таки рассказывает про таких вот героев очень классный веселый интересный сериал довольно жесткий сразу скажу что 18 плюс а так утопиться пыталась меня не такая уж и большая потеря как кстати а зачет на самогон был буш для меня готовить забираю тебя к себе правда нет по приколу сказал ну ты индейцом просите хочешь теперь это село собственно фуме что ты купил мою деревню здесь будет наша база вот тут вот лодки короче рыбалки вот уча старушка со стремянки ёбница которая перескать тактичной стороной обошел мы быстро все отстроим я ж сука знаю зачем все это не бросай меня ну ладно что я тут подумал в своем мире все равно был хрен пойми кем а то даже поинтереснее будет а раньше ты не мог отстать я вас по всей деревне ищу а вот тут вот чем занимаетесь вы суки вот так и не заканчивается я все аниме ждала когда они уже поцелуются еще одна история но не падайте духом в этом году второй сезон будет кстати манго очень разнится с аниме если хотите прям подробно все изучить топ вы знаете что делать я вот тоже про это слышала интересно в манге все тоже настолько бисючее будет и вопрос который волновал миллионы где ты сука был эти пять месяцев все очень просто мои дорогие сессия затем егэ затем вступительные испытания как и у наукуми у меня тоже были трудности не смешно да это первое аниме в 25 серий которые пересказал до этого были по 10-12 вот там уже видосе не менее вырезал кучу информации оставив только самую важную ну и персонажи хотелось раскрыть конечно а еще не спеши выключать видео в конце что-то будет вы по традиции что я должен сказать подписывайтесь или не подписывайтесь жмите там что-нибудь до скорого лайкосик поставим так что там в конце у нас будет блуперсы и пингвин мне хапи милой почему так тихо его голос чем-то был похож на одного человека который раньше озвучивал ну в 90-х я использую щит гнева ты правда думал что я тебя не найду что я тебе не учту недавно открыл зону ускоренного кача что предпримите о музыку до счета писал тот же самый человек который делал ее для бездны теперь интересный факт перекрываю да что такое просто посмотрев весь этот видос понимаю сколько времени и сил было потрачено на его монтажное написание сценария это очень круто когда ты столько серий можешь писать всего лишь 30 минут ну вроде бы 30 минут это много но он максимально реально круто сейчас описал сути этого аниме если сравнивать его видосик допустим вот этот вот и видос связанный с повседневными более такими аниме то тут конечно же было интереснее смотреть как было интересно смотрите ролик с аниме бездне бездна какой какой-то называется потерянный бездню вроде бы так но когда я например смотрела аниме повседневки это было не так интересно тут же хоть и это аниме смотрела но все равно было очень прикольно посмотреть эту на резочку с коротким содержанием знаете в скором времени мне кажется даже аниме не обязательно будет смотреть. Просто заходишь на канал к Аймейлзу и смотришь вот такую вот нарезочку и сразу понимаешь, что там, как там. Вот Кабояша я действительно, наверное, не буду смотреть. Я, ну, просто не вижу смысла. Я понимаю, что он в своём видосе в пересказе про аниме, там, Кабояша горничная, дорогой горничная Кабояша не всё сказал, но всё равно не вижу смысла тратить время на это аниме. Ну, может быть, потом, когда-нибудь, но так не вижу смысла. Что думаете вы об этом аниме вообще? И опять же, повторюсь, читали ли мангу? Пишите об этом в комментах. С вами, как всегда, была ваша юмилия. Не забывайте там на инсту подписываться на второй канал, там скоро должен выйти видосик. Всех целую и всем пока!